Трудные места писания с библейским порталом Акзегет. Есть такая русская поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». А в книге притчи мы читаем нечто противоположное. 18 глава книги притчи, 24 стих, читаю в переводе российского библейского общества. «У кого друзей много, тому не сдобровать, но любовь иного друга крепче братской». Это как? «Имей 100 рублей, а не имею 100 друзей». Но не нынешних рублей, конечно, нынешние 100 рублей – это почти ничто. А в древности, когда каждый рубль – это серебряная крупная монета, конечно, 100 рублей хорошо иметь. А здесь что это? Вот давайте мы прочитаем чуть-чуть до и после, 23 стих, и следующий – это уже 19 глава, 1 стих. «В словах бедняка мольба, но грубость в ответе богача. У кого друзей много, тому не сдобровать, но любовь иного друга крепче братской». И дальше. «Лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец». Ну, смотрите, первое, двустишье выглядит довольно банально. В словах бедняка мольба, но грубость в ответе богача. Ну да, понятно. Он просит бедный, а гробый ему говорит, пошел отсюда, ты мне не нужен. Можно было отдельно не говорить, так оно все и бывает. Третье двустишье – лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. Ну, еще бы, конечно, что может быть хуже, чем лжец, да к тому же глупец. Наверное, там какой-нибудь убийца. Но понятно, что, в принципе, бедняк, который живет непорочно, лучше любого из грешников. И вот между этим, как в каком-то вот таком многослойном пироге, у кого друзей много, тому не сдобровать, но любовь иного друга крепче братской. А у кого друзей много? Ну, во-первых, у хорошего человека, который общается со многими, который всех угощает. Еще у богача друзей много. Вот к богачу приходят бедняки или люди не такие богатые, начинают его просить, 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 вовлекать его в какие-то свои дела. И похоже, что ему не сдобровать. Но любовь иного друга крепче братской – пойди его найди среди них, пойди найди того друга, который будет тебе ближе брата. А кто бы это мог быть? Лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. То есть выбирай себе друга среди тех, кто живет непорочно, а не среди тех, кто с тобой готов разделить радость, наслаждение богатством, да? Потому что среди них много лжецов да и глупцов. Смотрите, мне кажется, что здесь, вот если посмотреть на то, что до и то, что после этого, становится понятно, что друзей много не в смысле человеку, у которого много настоящих, хороших, верных друзей, а вот тусовка. Причем понятно, что человек с именем, с состоянием, с высоким положением, вокруг него эта тусовка, конечно, клубится день и ночь, и мечтает к нему как-то присосаться. И вот такому человеку не сдобровать, потому что опасность больше от этих друзей, чем что-либо хорошее. Но бывает среди друзей вот кто-то один, кто тебе оказывается ближе брата, искать ли его среди людей своего социального круга, своего положения. Ищи их среди тех, кто живет непорочно, потому что те, кто лжецы и глупцы, они к тебе сами набегут. Мне кажется, этот стих проще всего понять так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.